Всем привет, меня зовут Семен. Мы продолжаем проходить, платформер в антураже зомби-апокалипсиса Deadlight. В прошлой серии мы избежали несколько столкновений с зомби, или как здесь называют тени, тенями называют, и закончили вот на этом небольшом учёсе. Мы немножко почитали дневник, и я в промежутке между сериями прочитал его полностью. Довольно много записей там сделано нашим героем Рэнди. Если вкратце подвести итог всем его записям, то можно сказать, что наш герой, если так можно выразиться, депрессивный тип, он работает смотрителем в парке, далеко в горах. Часто приходится находиться ему далеко от дома. Его основным занятием является отлов браконьеров и все сопутствующие занятия лесничего. В его дневнике описаны как простые события из его жизни, то есть будничные темы какие-то, которые его волнуют, так и он затрагивает хронологию возникновения того вируса, который поразил весь мир. Жил он в небольшом городке под названием Надежда, имел дочку и жену, жил, как все люди, нету жил. Единственное, что маленько он внутри себя депрессивный, все записи его пропитаны такой нелегкой маниакальностью, он сам в себе находится. Интроверт он сам по себе, если так можно выразиться. Если описывать хронологию его событий, то началось все в феврале 1986 года. Возник вирус, как говорили по телевизору для них, из простого вируса бешенства, но он мутировал и превратился в то, что делает людей, как он выражается, тенями. Поэтому их называют тенями, потому что тень это все, что осталось от настоящих людей. Это просто оболочка, а внутри их одно зло. В общем, нашел он группу выживших, пытается найти свою семью, которую он потерял при эвакуации из города. И, как мы помним из предыдущей серии, они разделились, они поехали искать безопасное местоположение, а мы, чтобы отойти с них вниманием, побежали бегать по этим заброшенным зданиям. Давайте двигаться дальше. Прыжок. Хорошо. Красивые виды. Что-то там горит глубоко внизу. Так, сюда можно спуститься? Лежит чей-то труп. Давайте посмотрим. Идентификационные документы незнакомца. Его звали Аллен. Фамилия Аллен. Судя по всему, на протяжении игры мы часто будем находить подобного рода вещи. Так, кто-то проснулся. Нет, дружище, ты пока поваляйся там. Ты нам не интересен. Я так понимаю, все, что было до этого, было тут туториалом. Заговариваюсь я маленько. Вот оно. Все, что осталось от нашего мира. Вот что осталось от войны людей и теней. Кровавый ад на земле. Да, действительно, осталось немного. Так, ребята, вы ко мне бежите? Нет уж, не надо. Надпись на столбе. Безопасное место. На билборде надпись Сиэтл. Да, находимся мы в городе Сиэтли. Еще одна из этих проклятых государственных листовок. Карантин. Но даже эти предупреждения не спасли мир. Маленько не понял я, что они от меня хотят. Да, ладно. Спустились мы в очередную клоаку. Так, я попал в какую-то ловушку. Просто оказались хрупкие доски под ногами. Так, мне показалось ли там что-то лежит. Бутылка нет? Нельзя взять. Напиться и забыться. Американский флаг на заднем плане. Ну куда же без него. Ой-ой-ой, так, что с тобой делать? Так, я-то выберусь, а ты-то нет, а? Ты не выберешься? Нет, слава богу. Ну и сиди там. Простите. Аж в забуду дыхание сперва, как говорится. Запись из газеты от 21 февраля. Что-то об космическом. О том, что Советский Союз что-то делает на орбите. Какая-то космическая программа Советского Союза. Что у нас было в общем шестом году? Чем знаменательен был тот год? Я, если честно, не помню. Ну, если не считать, что в этом году я родился, то... Больше для меня этот год особо ничем не примечательен. Я нашел топор. Я нашел топор. Ой, хорошо, голодный. Спасибо, парень. Так будет спокойнее бегать уже. Топор это всегда приятная находка. В любой игре. Ну, дайте мне на комнате его испытать. На двери. Нам говорят о том, что нажмите Б, чтобы убивать... Добивать теней. Давай сразимся с тобой. Иди сюда. Ага. Не успел я. Сокончилась стамина у меня. Надо следить. Ну, вот. Хреновый, как говорится, из меня боец. Не учел я то, что у нашего героя тратится стамина. Но это еще раз говорит нам о том, что лучше их избегать, чем идти с ними бороться в лоб. Давайте попробуем просто их обойти. Так, топор я уже взял. Так, у меня проблемы с этим топором. Нужно маленько отдохнуть. Я предлагаю просто их оббежать. Нафиг они мне не сдались, если честно. Залазил, какой он, друг. Так, здесь провал. Тут, наверное, я не допрыгну, скорее всего. Так, а что-то они меня чуют за милю, да? Там можно было что-то взять. Ох-ти. Ну, ядрит твоя налево. Чувствую, умирать я в этой игре буду очень часто. Немного кривовато здесь топор сделан. Ну, что-то вообще какой-то ад. Так, что у нас здесь? Попробуем просто пробраться выше. Попробуем просто. 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 добивать их надо вот так да но устает он можно сказать очень часто и очень быстро я подобрал освежитель воздуха для чего он не так просто немного вспомнить о прошлом времени такие мелочи будут напоминать о мире которому он жил до эпидемии пока ребят давайте выбираться из этого здания на улице пошел дождь чертов шторм так кто-то выбежит из этого здания лидия просто устал мой разум играет со мной не устанешь тут когда вокруг такое творится что у нас кавчики потерянная страница из дневника давайте почитаем ее как мы узнаем что именно она потеряна это я все читал тоже читал тоже читал судя по всему вот это с пометкой здесь говорится о том что он видит большое колесо вертолетов летающие над городом судя по всему военные выполнять какую-то эвакуацию и изоляцию говорит о том что здесь замешаны военные город превратился вместо без надежды нужно что-то делать моя семья в опасности чтобы это не было оно дошло и до канады да других страницах дневника рэнди написано о том что все началось с европы и судя по всему распространялась до сша и канады уже потом но довольно быстро насколько он описывает течение месяца с двух все весь мир был охвачен эпидемии так вот там мост хлипкий но нужно бежать хорошо успели эти тупари будут падать нашим лучше давай дальше так только не глупо с темно мне нужно найти мою семью как можно скорее да он также в дневнике пишет что ночью вещи становится намного хуже даже по сравнению с тем что мы видим днем на днем мы видим что и так довольно хреново 100 долларов купюру он нашел говорит о том что деньги уже потеряли свою ценность так и что куда мне разбежаться перепрыгнуть попробуем там я видел машину на сигнализации возможно сейчас она закричит надо быть к этому готовым беги беги говорит он мне и до хрена просто бежим просто бежим ох ты умри тварь хорошо напугал ты меня друг а здесь еще один труп еще один паспорт незнакомца и звали его гейси что они нам дают просто говорят о том что слишком много жертв создают атмосферу вымирание всего человеческого общества так а из этой комнаты мне куда теперь обратно ну ладно еще выше так не запрыгивай в окно запрыгни на крышу друг вот так вот молодец тупые тени если говорить еще на личности нашего героя то судя по его дневнику он ненавидит общество он социопат по натуре ненавидит людей в частности именно городских жителей но ненавидел когда жил в своем маленьком городке поэтому видимо и выбрал работу лесничего смотрителя парка в горах я использовал аптечку спрыгиваем я что-то слышу я пока ничего не слышу но судя по всему сейчас вертолет вертолет слышно вертолет я не понимаю чувак если он уже умер зачем мне ему помогать мы должны люди должны знать что мы за ними наблюдаем я говорю о выживших тебе какая разница приказ есть приказ пошли к следующему он весит целую тонну как будто загадку он загадал иму Болтовня двух бандитов-мародёров. Бросил своего друга умирать, да? Что они имели в виду приглядывать за выжившими? Приказы от кого? Они взвешивали трупы, чтобы выжившие видели их. Видимо, чтобы запугать людей. Наверное, светле действует какая-то шайка-лейка, которые пытаются заграбастать остатки цивилизации под свой контроль. Там один парень, которого вешали, харчит того, кто его вешал. Но не будем мешать, как бы. Тут те первые напросились. Записка на трупе. Новый закон. Да, видимо, действует какая-то группировка. Новый закон. Они помечают свои убийства. Это какое-то послание. Мир и так... Неужели мир и так не настолько тёмен? Тёмен. Ну что? Тебя надо убивать, нет? Не хочу я с вами сражаться. Мне это вообще совершенно неинтересно. Я просто хочу выжить. Все этого больше небезопасен. Все, о ком я забочусь, в опасности. Так, а тут у нас... У вас достаточно много, а там впереди доски, да? Нужно успеть добежать и разбить. Давайте их приманим, они подойдут. Давайте, давайте, собираемся в кучку. Хорошо, получилось. Мой план сработал. Перевернутая машина скорой помощи. Глаз есть. Так, так, так. Вдруг, слушайся меня. Так, ребята, вы внизу. А я наверху. Так, можно прыгнуть наверх, а можно разбить доски. Давайте сначала прыгнем наверх. Наверное, там что-то лежит. Ну давайте план свисток бегунок, назовём его так. О, они за меня это сделали. Отлично. По старой схеме. Что у нас внутри? Ничего. А, здесь есть лаз. Понял. Продвигаемся дальше. Так, что у нас ждёт внизу? Вроде никого не видно из теней. Спрыгиваем. Новости не врали. Что-то большое происходило в городе. Люди и военные воевали с тенями. И это не закончилось хорошо. Так, на меня нужно спуститься. Я спускаюсь. Никто здесь не проснётся, неожиданно для меня. В гараж такси мы попали. Таксопарк. Давайте посмотрим, что надо. А, внутрь мы не зайдём и пойдём. По лесенке, да? Не допрыгнешь? Так, чё-то я маленько подтупливаю. Куда мне идти-то? Разбить я не могу. Что-то я включил, а что я не могу понять. Неприятно, часы тягают. Такая напряжённая музыка звучит. Что-то здесь будет. Гадостная, я чувствую. Да, на ней стоят тени за такси. Кнопку нажать не могу. Но если что, буду знать, что, наверное, она опускает. Подъёмник. Попробуем покраситься. Что у нас здесь, кнопка? Включил электричество. Так. Наверное, мне надо будет раздавить их тем подъёмником. Быстрее, 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 быстрее. Хорошо. Вроде что-то получается. А теперь куда? Отлично. И что я сделал? Как мне теперь наверх-то запрыгнуть? Я вижу стрелочку, вверху, но... Как на неё запрыгнуть-то? Лесенка здесь. Так, что-то я подтупливаю, ребят, опять. А, можно двигать. Все проблемы, как всегда, из-за невнимательности. Чуть маленько осмотрелся, и сразу всё встаёт на свои места. Так, так. Не надо так пугать. Ты ещё проснись, и будет вообще нормально. Давайте залезем в окошко, чтобы там не было... Офис таксопарка. Ох. Успел я запрыгнуть. Хорошо. Это было... Опасно. Так, я надеюсь, ты допрыгнешь вдруг. Хорошо. С этими ребятами мы закончили. Внизу барышня нас какая-то ждёт симпатичная. С яркими красными глазами. Не в моём вкусе, прости. На, вниз. Четвёртое июля. Добили. Хорошо. Надо сказать, что каждая встреча с таким приятелем довольно неприятная. Так. Понятно, она говорит о том, как делать прыжок от стены. Давайте сначала посмотрим, что у этого парня. Клочок бумаги с нарисованной картой до безопасного места. Но она не читаема. Хорошо. Получилось. Наш герой так хорошо лазает, потому что он в своём дневнике писал о том, что он любит лазать по горам. Он у нас такой эдакий скалолаз. Паркурщик с топором. Так. Ты предлагаешь мне разбежаться и прыгнуть к лесенке. Я с тобой согласен. Нам говорят о том, что присаживайтесь перед приземлением, чтобы избежать увечий. Получилось. управление довольно интуитивно понятное и несложное. Единственное, что иногда когда подходишь к такому утёсу, он часто с него падает сам. Без моего на то желания. Так что просто вниз. Телевизор здесь идёт, мухи, труп. Играет чья-то детская шкатулка. Где-то здесь должна быть детская комната. Музик-бокс. Шеннон дарила такую Лидии на её день рождения. Они что, были здесь? У нашего героя, как и у многих людей, потерявших свою семью, маниакальная... Развивается маниакальность по этому поводу. Они везде видят следы их. Играет шкатулка, значит это мой ребёнок. Прошла женщина, значит это моя женщина. Давайте посмотрим. Эта шкатулка напоминает мне о моём прошлом. Воспоминания, которые тяжело забыть. вырезанная семья. И ещё граффити, который вырезан. Это что происходит с теми, которые выстрелят от смерти. вырезанная семья. То есть убитая бандитами и послание. Вот что происходит с теми, кто крадёт у смерти. Да, здесь определённо орудует группировка каких-то негодяев. Так, перепрыгнем. Ох, что же я сделал. Ползи, ползи, ползи. Там что-то лежало, но мне сейчас не до этого попробовать проверить, но я не успею перепрыгнуть. Вот я и воплотился. Хорошо, я выбрался из этой неприятной ситуации. Что-то подобрал, не успел прочитать, что. Так, здесь у нас электричество. Нам нужно перепрыгнуть, используя... Так, я здесь нашёл небольшое помещение. Потерянная страница из дневника. Ну, давайте почитаем её, я думаю, на этом и завершим эту серию. Так, где она теперь? Где её искать? На потерянных страницах есть небольшая закладка в правом верхнем углу. Эту мы читали. Вот ещё одна от 6 мая. здесь говорится о некой женщине, но это не представляет никакой сюжетной важности. И дальше говорится ещё о том, что в начале апреля произошёл знаменитый инцидент в Чернобыле взрыв атомного реактора. Были взорваны атомные бомбы в Китае и в Корее и на юго-востоке и на юго-востоке Соединённых Штатов. За несколько дней мир превратился в большой огненный шар. Не знаю, что мы можем найти в Сиэтле. Говорят о каком-то безопасном месте, маленьком безопасном рае. Как обычно, у него некие скомканные мысли. Что первое в голову пришло, то он и пишет. Хорошо, я предлагаю на этом завершить вторую серию. Я несколько раз с ней умер. В целом, какой вывод я могу сделать по этим двум сериям? Я не хочу сражаться с тенями. Мне они совершенно неприятны. Вступать с ними в диалог я не хочу. Будем пытаться их избегать. Игра подбрасывает уже более сложные ситуации, чем в начале. Но, как мы видим, если немножко быть внимательнее и чуть-чуть подумать, их можно решать. Увидим, что будет в следующей серии. С вами был Anybody Play. Все, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok